Всем привет, друзья! Вас приветствую сегодня я и зовут меня Юлия. По многочисленным просьбам, ну и конечно же по собственному желанию, делаю вам обзор на рассаду эустомы. Напомню, что сеяла я ее полтора месяца назад, делала ей пикировку, показывала вынужденную вам пикировку на очень ранней стадии. И вот как вы видите, плошка у меня практически полноценная. С момента пикировки у меня не потеряла я ни одно растение. Это что касается эустомы. У других растениях у меня потери есть, а вот эустома полная плошка. Сколько я пересаживала, столько у меня и прижилось. Здесь у меня три вида эустомы и вся она высокорослая. То есть с краю у меня было 10 семян, здесь тоже было 10 семян, а здесь было 5 семян. Вот из 5, 4. Это вообще здорово. Здесь поменьше 5 из 10 и здесь 7 из 10. Для меня в принципе этого достаточно. И как вы помните, я вам показывала самый первый обзор всходов, у меня там травка такая вот зашла. Я даже ее вот вместе с эустомой пересадила и она прижилась и благополучно тоже наравне с эустомкой набирает рост. Так что при пикировке была корневая система уже, несмотря на то, что эустомка была маленькая, корешочки у нее были белые. Так что в принципе вот мне кажется из-за этого она пикировку перенесла хорошо. Остальные же растения были практически без корневой системы, поэтому у меня были потери. А эустома вот наравне с зубочисткой, посмотрите, у меня сейчас вот такая. Пока я ее пикировать не собираюсь, в принципе она здесь у меня неплохо произрастает. Вот уже на некотором кустике несколько настоящих пар листьев у нее. Сейчас я ее опрыскиваю, поливаю и рыхлю. Вот такой у меня за ней уход. Стоит эустома под подсветкой, которую я включаю с утра и выключаю вечером. Никакого больше дополнительного ухода я не делаю эустоме. Не удобряла. Так что вот, друзья мои, сделала вам обзор на эустому. Спасибо огромное за внимание. Пусть и ваши растюхи подрастают и радуют вас. Всем всего доброго, до новых встреч и до новых видео. Пока-пока.